Привет, YouTube! И это видео будет полностью посвящено переводу фотографий в ЧБ. У каждого есть в рукаве свой способ какой-то, любимый, комфортный, и это один из моих любимых способов. Он кропотливый, не совсем быстрый, но в единичном случае он действительно дает обалденный результат. Я его применяю только для New Worn, для Lifestyle я все делаю в Lightroom. В этом случае конкретно мне больше нравится вот такой вариант. Давайте приступим. Первое. Если я сейчас просто нажму кнопки, например, Desaturate, то есть это у нас будет Ctrl-Shift-U. У меня, к сожалению, горящие клавиши работать не будут, потому что идет запись экрана, поэтому я попробую просто Desaturate сделать. Например, нажму Ctrl-U и полностью Saturation уберу. Ну, фотография будет серая, согласитесь. Да, можно, в принципе, сюда нажать так-так-так в кривых и попробовать в кривых добавить, собственно говоря, контраста. Но все равно не то. Смотрите, у нас все перешло в ЧБ, то есть и фон, у нас повлияло это на фон и на малыша повлияло. Да, можно работать в масках, то есть вариантов много, но я расскажу, что бы сделала я. Итак, я беру лассо. Так, я сейчас увеличу фотографию, чтобы ее было видно на весь экран. Я беру лассо. Если видите, в Федеране 60. И обвожу только малыша, то есть только кожу. То, что я сейчас буду делать, будет применяться конкретно только к коже. Нажимаю Image, Adjustment, Ingo Channel Mixer. И здесь нажимаю гадлочку Monochrome. И теперь три канала меняю с такими настройками. 33, так, не 200, а 33. 33, 33, 44. Оставляю. Обязательно смотрите, чтобы у вас не было пересветов. Я уже как бы чувствую свой монитор, но вам советую всегда держать подругой открытой гистограмму. Если мне кажется, что здесь недостаточно светлым стало, то есть я могу немножко какие-то значения от прекрасного канала, не 33 сделать, а, например, 36. Но я думаю, на все-таки 35 будет нормально. Но самые отправные точки это 33, 33, 44. Нажимаю ОК. Теперь я инвертирую изображение. И уже Desaturate, то есть убираю цвет с фона. Нажимаю Ctrl-Shift-U. Сначала Ctrl-I, то есть инвертировать, да, и потом Ctrl-Shift-U, чтобы, если я не ошибаюсь, Ctrl, ну, каждый знает, я могу сейчас просто, мне нажимать на второй раз не хочется, могу сейчас напутать. Ctrl-Shift-U, U русская, английская U. Это обесцвечивает фон. И теперь запомните, если ваш фон темный, то вы его еще чуть-чуть затемняете. Если ваш фон светлый, вы его немножко осветляете. Можете попробовать другой вариант, но я делаю так. Нажимаем Ctrl-M, или у меня, так как горячие клавиши не работают, я иду просто нажимаю Кривые. И в Кривых, видите, вы можете или вниз сюда, но если у вас светлое изображение, его 100% не хочется делать еще темнее. Я иду от центра немножко вверх, совсем немножко, видите. Нажимаю ОК. В Ctrl-D я убираю выделение. И теперь, если вы заметили, у меня осталось вот такое цветное немножко, немножко ареал по лицу. Я обесцвечиваю еще раз все изображение, еще раз нажимаю Ctrl-Shift-U, английская U. И теперь мне нужно это изображение продублировать, то есть продублировать слой. И вот в этой панели нажать Soft Light. И вот так у меня получилось. Естественно, это слишком много. Убираем до момента. И смотрим, да, чтобы у меня сильно не... В белом не потерять, в светлом не потерять, в темном не потерять. Я беру стерку, примерно 40%, и прохожусь там, где у меня сильно... Ну, как бы мне хочется подубрать немножко. Здесь вот по тени мне немножко хочется убрать. Здесь, ну, в принципе, мне вот так, мне уже нравится. И еще раз дублирую слой. И этот слой я перевожу в режим наложения Multiply. Видите, у меня вернулась текстура к моему светлому фону. Если бы я в кривых тогда сделала его еще темнее, то он мне еще темнее стал, что мне совершенно не нужно. Естественно, такое темное лицо мне тоже не надо. Я уберу прозрачность до 40%. Теперь возьму кисточку, то есть терку 10% и сотру до того момента, пока меня устроит кожа. Да, то есть как мне понравится, насколько... Ну, так примерно мне нравится. И последний шаг, один из последних. Я иду в Brightness and Contrast. Здесь мы нажимаем галочку Use Legacy. Brightness убираем примерно на минус 3. 2-3 в зависимости от вашей фотографии. И контраст где-то двоечку. Давайте посмотрим до и после. Видите, у меня добавился контраст, что мне очень нравится. Запомните, вы никогда не переведете ЧБ, то есть в красивое ЧБ, если у вас на фотографии нету контраста. То есть если у вас нету разбега между светлой зоной и темной, ну, у вас будет все одинаковое лицо, то есть оно будет серым. То есть этот момент... Следите за этим моментом, он обязателен. И я протонирую тени. У меня есть для этого action. Я сейчас ее возьму, то есть я поработаю только с тенями. Я сейчас верну, а я протонирую их светлой. Окей? И поставлю где-то эти 4. Мне так нравится. Ну, замечательно. Готово. Давайте посмотрим, что у нас получилось. До и после. Мне кажется, очень красивый черно-белый снимок. Давайте посмотрим еще один вариант. Так, здесь у нас на темном фоне. Вот, например, малыш. Смотрите, какая здесь разница между светом и тенью. Это очень красиво. Если я проделаю те же самые манипуляции... Выделю. Так, это я тут слишком много захватила. Прямо, ну, конкретно не нужно, да, тут загоняться. Главное, чтобы у вас было где-то 60-50 вот здесь вот. Feathering. Готово. Те же самые шаги. Идем. Channel Mixer. А вот здесь уже я не буду изменять цифры. У меня будет 33, 33, 44. Готово. Да, Ctrl-Shift-I. Это инвертировать изображение. Ctrl-Shift-U. Английское. Обесцветить. Ctrl-D. Убрать выделение. И опять Ctrl-Shift-U. Это обесцветить. Но мы забыли сделать еще один шаг. Это вот в этой части нам нужно что? Высветлить задний фон. Не забывайте это. Немножко. Вот так вот подниму опять же. Готово. И проделываю те же шаги. И теперь переведу в Soft Light. Смотрите, какое красивое, контрастное, нереально красивое фотография получилась. Но опять же это слишком много. То есть я вижу вот здесь вот пошли провалы. В черный не совсем та история. Опять возьму стерку. 20%. Я показываю несколько изображений, потому что, например, в той фотографии мне пришлось изменять немножко цифры. Когда мы делали замиксование канала. Mix Channels. То есть мы в это меню пошли. Channel Mixer. То есть мы цифры в той фотографии набирали не конкретно. То есть отправные 33. Так, верните нас на место. Так, я сейчас отменю. Не 33, 33, 44. А 35, например, мы там набрали. 33, 34. Ой, 44. А здесь уже 33, 33, 44. То есть запомните, это отправные цифры. И также я советую вот здесь вот открыть вам гистограмму. Вот эта вещь очень крутая. Она вам поможет понимать, где вы находитесь. И чтобы вы не пересветили какие-то участки. Или не досветили. Чтобы у вас не было клиппинга ни справа, ни слева. Это очень-очень нужно. Потому что не всегда это видно по фотографии. Вот. И я, наверное, 20%, на 10% немножко уберу с лица. Замечательно. И следующий шаг, если вы помните, это Multiply. Естественно, столько много не надо. Оставляем где-то 20%. Смотрим до и после. Я хочу оставить на фоне, но я хочу убрать с лица. Беру стерку. Я даже 100% возьму. И вот со светлой частью уберу. А с темной где-то только на 50%. Готово. Мне очень нравится. И опять последний шаг. Это тонирование теней. Естественно, я их затонирую светлыми. Мне не нужен сиреневый. Окей. И поставим где-то 4%. Готово. Давайте посмотрим, что у нас получилось. До. И после. Посмотрите, какая шикарная черно-белая фотография. Потому что вот этот, если смотрите, я перевела, например. И не тот вариант. То есть я просто его обесцветила. Да, можно опять же кривыми, как я говорила. Но такого результата, где вы фон отдельно от малыша переводите в черно-белое, вы такого результата не получите. Только если масками будете работать. Это долго, нудно. И вот этот вариант все-таки он более комфортный. И последнее изображение, которое мы посмотрим, это ЧБ. О, ЧБ, то есть темного кадра. Тоже выделяем. Только здесь фон мы будем что? Затемнять, а не засветлять. Так, если звук мы здесь выберем. Шапочку я не беру. Ну, вот таким образом. Опять же идем в Adjustment, Channel Mixer, Monochrome. Здесь оставим 33. Так, куда? 33-33. 33-44. Мне очень нравится. Смотрите, здесь достаточно светлая часть. У меня, видите, ни справа, ни слева никуда не лезет. Мне очень нравится. Я вижу, что вот эта часть достаточно серая, но она при режиме наложения Soft Light станет более контрастной. И вот здесь я вижу прям ярко выделенную вот эту вот часть, которая тоже станет достаточно контрастной. Окей. Я инвертирую. Ctrl-Shift-I. Обесцвечиваю. И здесь уже. Так, Image. И идем в кривые. А вот здесь мы уже затемняем. Видите, немножко. То есть, то, что фон темный, мне не нужно его сделать светлее. Окей. Убираем выделение. Так, извиняюсь, я использовала не тот инструмент. Надо Лассобол использовать. Ну, бывает. Сейчас быстро обведу. Поэтому машинально я очень часто использую другой инструмент. И, видать, машинально нажала. Так. Угу. Так, готово. Когда, причем, у вас уже отработанная система, это делается, ну, очень быстро. Тем более, вот это тоже будет работать от горящих клавиш. У меня не работает, опять же, потому что включен захват экрана. Выключаю. Та же система. Все. Обесцвечиваю. Дублирую изображение. Нажимаю сначала Soft Light. Помните, про что я говорила, да? Что вот эта часть у меня будет темная, и вот эта будет очень светлая, вот этот кусочек. И смотрите, какая красотища же получилась. То есть, достаточно контрастный малыш и неконтрастный фон. Это то, зачем я гонюсь. Возьму стерку 30% и обязательно пройдусь вот по вот этим местам. Я не хочу, чтобы они были сильно темные. То есть, провалы мне здесь, ну, вообще никак не нужны. Убираю вот это все. Опять же, да, помните, я сказала, что мне нужно, чтобы у меня контрастным был малыш, но не фон. Ну, опять же, не все кусочки. Готово. Опять же, перехожу. И Multiply. Здесь у меня изображение достаточно темное, поэтому я оставлю 10%. И опять отключаю, включаю. Ну, меня, в принципе, все устраивает. Кроме как, опять же, уберу 50% стерочкой вот в этих местах. Готово. И последний шаг – это тонирование. И меняю опять цвет на светлый. Saturation. Готово. И поставлю где-то 4. А может, кстати, троечка, в принципе, здесь и нормально была. Ну-ка. Мне кажется, очень красиво. И, кстати, вот в такую фотографию, в такие фотографии я сейчас добавляю винетку. И ошибочно полагать, что если у вас объект съемки, ваша модель на темном фоне, то ни в коем случае нельзя добавлять светлую винетку. Нужна только винетка под цвет фона. Что не совсем так. Например, смотрите, я сейчас добавлю винетку и выберу светлый цвет. Смотрите. Сейчас я выберу темный. Покажу, как с темным смотрится. Вот так. А теперь посмотрите со светлым, насколько красиво. То есть, снимая нас на темном фоне, вы опять же можете выделить малыша. Я не говорю, что на темном будет бог. И здесь он выделен, и здесь он выделен по-своему. И то есть, можно вообще выбирать разные цвета. Я в последнее время, кстати, очень люблю тонировать именно в светлой. Ну, обязательно я убираю с малыша. Мне ничего не надо. 100% кисточкой пройдусь, чтобы мне ничего не попало тут на завязочке. Здесь оставлю 15%, да? Чтобы вот здесь все заблендить, да? Как это сказать? Растушевать. Заблендить. Затушевать. Ну, я обязательно смотрю до, после, чтобы не было каких-то разводов некрасивых. То есть, мне кажется, очень красиво. Смотрите. Так, давайте я уберу вот эту часть. Готово. Теперь у нас до и после. Вот такой красивый черно-белый снимок. Если вам понравились эти уроки, пишите ваши комментарии. Также, если вам хочется посмотреть намного больше по обработке, по позированию малышей, подписывайтесь на мой аккаунт в Инстаграм, который называется BestNiburnTips. Я оставлю ссылку в описании. Этот аккаунт платный. Он стоит 2,5 тысячи за 6 месяцев. И там вы найдете огромное количество информации. Около 200 роликов по обработке, позированию малышей. Поэтому я вас приглашаю. Если вам это видео было полезно, то 100% вы найдете очень много полезных вещей в том аккаунте. На этом все. Увидимся в следующем видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok